Стартовал ИФТ-2023. Что ждет нас в этом году? Поговорим о педагогике. В КФУ почтили память заслуженного профессора. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Диана Батаршина. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с новым генеральным консулом Исламской республики Иран в Казани Давудом Мирзахани. В ходе встречи руководитель ВУЗа отметил, что Республику Татарстан и Иран объединяют давние партнерские отношения, тесные экономические и культурные связи. Ленар Сафин подчеркнул, что КФУ рассматривает научно-образовательное взаимодействие со странами Организации исламского сотрудничества, в том числе с Исламской республикой Иран, как важное направление своей международной деятельности. Также на базе Института международных отношений Казанского университета работает Центр Иранистики. Ведется сотрудничество с культурным представительством при посольстве Исламской республики Иран в России. В Казанском федеральном университете стартовал 9-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2023. Сюжет Маргарита Михайловой. Образование – это та сфера, которая нуждается в постоянной модернизации. Следование тенденциям и учет изменений, которые происходят в мире ежедневно, это главные факторы, которые позволяют не только сохранить, но и повысить уровень образования. Не последнюю роль в этом процессе играет обмен опытом. Одной из крупнейших в мире специализированных научных площадок по педагогическому образованию стал форум ИФТ. Организатором его является один из старейших российских вузов – Казанский федеральный университет. Накануне стартовал уже 9-й форум. 9 лет назад мы провели первый международный форум в Казанском университете по педагогическому образованию, который собрал чуть более 100 человек. И отрадно констатировать, что за прошедшие годы масштабы и востребованность форума в российском международном научно-образовательном пространстве значительно расширились. Сегодня мы вновь рады видеть наших давних партнеров и новых коллег, которые приобщаются к одной из крупнейших в мире научных площадок по обсуждению проблем и перспектив развития педагогического образования. Основные цели форума – содействие исследованиям и инновациям в области педагогического образования, изучение авторских методик коллег, а также поддержка межинституционального сотрудничества в области качества подготовки педагогов, специалистов образовательной сферы. Учитель – это прежде всего человек, который определяет будущее наших детей, будущее нашей республики, нашей страны, нас всех в целом. Именно поэтому крайне важно наличие в стране высокообразованных профессиональных педагогических кадров, которые обеспечивают преемственность поколений, формируют нравственные ценности, позволяющие полноценно строить наше будущее. В этом году в рамках форума специалисты обсудят социальную роль современного университета, возможности инклюзивного образования, психологические аспекты работы педагога. Будут затронуты и проблемы дошкольного образования. В рамках проблем дошкольного образования мы для себя определили несколько таких ключевых тем. Во-первых, вопросы когнитивного развития ребенка в цифровой среде, потому что сегодня дошкольники проводят огромное количество времени в различной реальности, в том числе и цифровой, и поэтому насколько их меняются когнитивные функции, как они стараются регулировать свое поведение. Один из важнейших вопросов, определяющих будущее высшего образования, то в каком направлении оно будет развиваться, как на него повлияет стремительное развитие технологий, и самое главное, что останется от традиционных методов. Мне очень понравилась мысль о том, что нужно и историю нашей советской, российской педагогики, и нынешнее состояние педагогического образования как-то интегрировать, не соединить искусственно, а как-то, чтобы традиции перетекали в новаторство. Вот эта мысль близка, интересна, и это, наверное, стоит делать. Подведение итогов форума состоится 26 мая. В дальнейшем они определяют вектор развития педагогического образования. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В зале Попечительского совета Казанского федерального университета состояло заседание Федерального учебного методического объединения в сфере высшего образования, образования и педагогические науки, приуроченное к Международному форуму по педагогике и образованию ИФТ-2023. Подробности узнаете далее. 24 мая в зале Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования, образования и педагогические науки, обновления единых подходов к структуре и содержанию подготовки педагогических кадров с учетом мнения работодателей. Мероприятие проходит в рамках 9-го международного форума по педагогике и образованию ИФТ-2023. А потом присоединиться для того, чтобы вместе со своими коллегами пересмотреть наше с вами заседание, принять те или иные решения, обсудить те или иные находки. На заседании обсуждалось будущее высшего образования. Участники форума выступали с докладами и предложениями о развитии образования в стране на ближайшие годы. Важно, что на конференции можно было принять участие не только лично, но и в формате онлайн. Мы с вами прекрасно понимаем, что мы ставим перед собой задачи разработки федерального государственного образовательного стандарта, ориентированного на российскую систему высшего образования, ту самую, которую сейчас воссоздает, строит и развивает все наше образовательное сообщество. Отметим, что форум проводится для обсуждения современных проблем и тенденций развития педагогики не только в России, но и в мире. Аделина Абдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универньюс. 24 мая в стенах Института филологии и межкультурных коммуникаций почтили память заслуженного профессора, ученого и доктора филологических наук Флеры Софиулиной. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент. Имя Флеры Софиулиной знает не только Татарстан, но и весь мир. За большие заслуги в развитии татарского языка знания и плодотворную научную деятельность она была трижды достойна звания лауреата Казанского государственного университета за лучшие монографии. В 1997 году избрана члена Международной тюркской академии, а в 2004 достойна почетного звания заслуженный деятель науки Республики Татарстан. К сожалению, прошло уже довольно-таки много времени, как ее уже нет, но несмотря на то, что ее нет, то дело, которое она начала, это продолжается. Начиная с 1955 года, судьба Флеры Софиулиной была тесно связана с Казанским государственным университетом. После окончания школы она поступила на отделение татарского языка и литературы историко-филологического факультета. Сразу после выпуска будущий профессор начала свою трудовую деятельность в качестве лаборанта на кафедре своего института. А уже в марте 1992 года Флера Софиулина стала первой заведующей новой и единственной не только в Тарстане, но и в России кафедре татарский язык в иноязычной аудитории. Она преподавала татарский язык тем, кто не знает этого языка. И за период своей работы через кафедру, через Казанский университет прошло очень много иностранцев и тех, кто до этого не владел, не знал этот язык. И на сегодняшний день мы довольно-таки плотно общаемся со многими из них. Они все очень благодарны, признательны приростной древне и ее коллегам. В первых дней открытия под ее руководством велась активная работа по разработке и изданию учебных пособий, словарей и программ для школ и вузов Республики Тарстан. Кафедра стала базовым центром обучения татарскому языку иностранных студентов и стажеров из Германии, Америки, Тайваня и других стран. Труды Флеры Софиулиной сложно переоценить. Она внесла огромный вклад в развитие татарского языка знания и тюркологии. По сей день свыше тысячи монографий, различных словарей и учебников для школ и вузов помогает в изучении разговорной речи. И благодаря организаторскому и научному таланту Флеры Софиулиной уже более 15 лет татарский преподается русскоязычным студентам всех факультетов Казанского федерального университета. Кристина Отёгина, Фаридзе Хидаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается конкурс на лучшую научную работу. О том, как продвигается конкурсная программа и почему так важно участвовать в подобных мероприятиях, расскажем в следующем сюжете. В Институте управления экономики и финансов проходит заключительный этап ежегодного конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского федерального университета, где участники смогли выступить со своими работами, получить конструктивную критику, а также задать свои вопросы членам жюри. Он проводится по трем направлениям – естественно-научному, инженерно-техническому и социально-гуманитарному. Комиссия оценивает не только результаты научно-исследовательской деятельности, но и умение представлять их аудитории, проявляя все полученные навыки коммуникации. Кроме того, важной составляющей результата является последовательность и ясность изложения, грамматический уровень работы, качество оформления, презентабельность и степень владения материалом. Мы этот конкурс проводим ежегодно в три этапа. Первый этап у нас проходит в стенах самих институтов. Там создается комиссия и эти работы приходят уже к нам на второй этап на комиссию, на экспертизу членов жюри. Основной целью конкурса можно смело назвать стимулирование талантливых студентов Казанского федерального университета к участию в научных мероприятиях, проводимых вузом. Это отличная возможность для обучающихся подтянуть свои навыки в области публичных выступлений, преодолеть страхи сцены и получить необходимые знания для продолжения своих научных исследований. В конкурсе могут принимать участие не только студенты, но и аспиранты Казанского федерального университета всех курсов очной формы. По результатам третьего этапа будут определены победители конкурса сразу по трем направлениям. Студенты должны достойно презентовать свои работы. В этом-то, в общем-то, и заключается, наверное, одна из целей этого конкурса – выявление вот этой вот талантливой молодежи, одаренной молодежи. И в том числе этот конкурс учит наших ребят выступать. Организатором конкурса выступило Управление научно-исследовательской деятельности Казанского федерального университета. В прошлом году участниками стали 900 студентов вуза, однако только 51 работа прошла в финальный этап. Это значит, что только лучшие работы смогут пройти в финал и наградить своих авторов бесценным опытом. Елизавета Газизянова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. На этом все. В студии была Диана Батышина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok